Почему люди склонны все архивировать? Согласитесь, ведь у каждого в жизни есть такая вещь, которая хранит в себе память о чем-либо. У одного это может быть фотография, записная книжка или компакт-диск. У другого целая полка с фотоальбомами, личные мемуары или облачное хранилище. Тяга к сохранению информации, а также собственных воспоминаний, как мне кажется, уже заложена в нас генетически. Когда я был подростком, у меня эта тяга проявилась в нескольких вариациях. В какой-то промежуток времени я ввел личный дневник. А еще мне хотелось запечатлеть все футбольные события в мире. Началось все спустя некоторое время после того, как я увлекся футболом. Сначала это выглядело как просто сбор и изучение информации о футбольных командах из телевизора и газет и переноса этой информации в тетрадь. Но за первой тетрадью последовала вторая, а потом и третья. Вслед за топовыми командами Европы мне захотелось сделать белорусские, а затем посвятить целую тетрадь международному футболу. Плюс ко всему, на начало 2000-х пришелся расцвет бумажной продукции. В ларьках можно было найти сразу несколько видов спортивных газет, глянцевые журналы о футболе, альбомы для наклеек, календари и так далее. И если те же глянцевые журналы были мне не по карману, то газеты можно было покупать достаточно часто. Достаточно для того, чтобы накопить приличный архив футбольных знаний. После чемпионата мира 2002 и завершения третьего тома футбольных тетрадей, я решил продолжить это дело. Но не просто продолжить, а систематизировать, о чем говорит страница с содержанием и четкий выбор тематики. Тематики не в пользу любимых чемпионатов и команд, а с целью полностью закрыть два из пяти топовых чемпионатов Европы. Судя по количеству клубов, включенных в четвертую тетрадь, я поставил себе задачу сделать страницы всех участников французской лиги 1 и английской премьер-лиги. Часть из них, напомню, была сделана в первом томе. Почему именно их? Во Франции футбольный сезон всегда начинается раньше остальных. Думаю, это сыграло определенную роль и здесь. Как только в газете появились составы клубов, было решено в первую очередь делать именно их. Интересно, существовала ли на постсоветском пространстве такая футбольная тетрадь, где была бы страничка Генгама или Гавра? Думаю, нет. А вот Монако вполне возможно, потому что в тот период в Европе открылся этот клуб-феномен из карликового государства, в котором засияли такие звезды, как Людовик Жюри, Жером Ротен, Патрис Эвра, Дадо Прошо и, конечно же, молодой тренер Дитье Дешам. В том сезоне Монагаски взяли Кубок Лиги и заняли второе место в чемпионате Франции, а в следующем навели Шороху на Евроарене, выйдя в финал Лиги Чемпионов. Попадание же английских клубов в тетрадь было неизбежно. Тогда были распространены футбольные и не только альбомы для нагреек, и одними из самых качественных были коллекции по английской премьер-линии. Именно они прививали интерес к английскому футболу у неокрепших умов юных болельщиков, коим являлся и я. Ну и газеты, конечно же, не отставали, публиковали в разы больше материала из Туманного Альбиона, чем, к примеру, из Франции. Собственно, по этой причине с нуля были сделаны все топовые клубы Англии, а PSG с Леоном так и остались в единственном экземпляре в самой первой футбольной тетради. Помимо привычных клубных страничек и обзоров событий в европейских лигах, в этой тетради можно найти всю сетку с результатами розыгрыша Лиги Чемпионов 2002-2003 и, как подумать, Кубка Альбертадорес южноамериканского, аналог главного евротурнира. Очевидно, что четвертый том расширил рамки футбольного познания и только ускорил раскручивающийся маховик этого бумажного дисумья. Следующими на очереди были чемпионаты Германии, Испании и Италии, а также весь остальной мир. Субтитры создавал DimaTorzok